На улице март. С каждым днем все теплее. Это прекрасный повод выбраться из дома и отправиться всей семьей на прогулку, скажем, на столбы. Что мы и сделали с семьей Матвеевых. Мы находимся в довольно недовольно, а просто знаковом месте. Это начало пути на столбы. Я хочу сказать, что мы находимся на турбазе. Это самое главное. И здесь конечная остановка автобуса была седьмого в свое время, а сейчас здесь входит автобус девятнадцатый. Отсюда в течение длительного периода начинался путь всех желающих на столбы. Когда-то раньше он начинался более издалека. С левого берега переплывали на лодках, на каких-то других средствах. Добирались пешком из района станции Единисей вообще издалека. Потом сюда начал ходить автобус. Со временем тут появился вот этот памятник. Может быть он поставлен в честь строителей ГЭС, но все, думаю, относят его однозначно к столбам. А неподалеку впадает речка Лалитина, вдоль которой мы и пойдем на наши славные столбы. Сколько получается общей сложности от турбазы до центральных столбов в километрах и за сколько они обычно преодолеваются таким нормальным пешим ходом? Нормальным пешим ходом, можно сказать, за два часа. Простую люди, подготовленные спортсмены, скалолазы, естественно, ходят быстрее. Проведено зонирование и выделена зона туристско-экскурсионный район. Этот район обозначен сиреневой краской. И это значит, что за границей этого, обозначенной краской, мы сегодня уже не должны находиться. В последние годы дирекции заповедника разработаны пять маршрутов. Они, эти маршруты, обозначают разной краской. В данном случае мы видим обозначение желтой краской. Это обозначен маршрут от турбазы, где мы начали свой сегодняшний поход. Он проходит до перевала, проходит через центральные столбы и выходит на Костаковскую тропу, которая приводит нас к верхней площадке фан-парка. Другой маршрут можно заехать по долине притока Базаихи-Маховой до гранитного карьера. Или дойти пешком от остановки Базаиха на автомобиле здесь запарковаться. И по долине реки Маховой также пройти на Костаковскую тропу и далее попасть на центральные столбы. Вниз спуск идёт, называется, кордон Нарым. Раньше там был живой уголок, сейчас которые питомцы, первые питомцы из живого уголка были переселены в рое вручей. Сейчас там функционирует летом палаточный городок. Сами мы отправимся в район центральных столбов, собственно. Мы выходим к слонику. У слоника замечательная вот эта катушка, весь его бок, это такая катушка. В левой стороне самая лёгкая часть с полочками, а дальше пошли как бы голые плоскости. И вот все опытные столбисты, скалолазы, говорят, что если вы забираетесь по этим катушкам, то вы смело можете идти на любой столб. Проходим мимо слоника, видим перед собой такую поляну. Она в народе называется театральной площадью. Я не знаю, уже это официальное название или нет, но на самом деле тут всегда скапливается много народу. Все садятся отдыхать. Кто пришёл, кто со столбов пришёл, они здесь приостанавливаются. Столбисты, вот из избушек, они бывают тут устраивают такие импровизированные представления. Семьёй Матвеевых мы прошли по Лалитинской дороге до восточной стороны первого столба. Это самый популярный маршрут среди тех, кто любит отдыхать на столбах. Вы можете выбрать свою дорогу. КОНЕЦ